И так, какие вы знаете гаджеты-трансформеры, у которых есть сразу несколько функций? Ну там, например, три в одном или четыре в одном. Все это на самом деле ерунда, потому что сегодня я хочу вам показать что-то. У него аж целых девять функций в одном. Вот такая огромная коробка. Как думаете, друзья, что там внутри? Итак, я не буду долго таять интригу. Тут внутри находится робот-пылесос от компании EcoVax. Он называется DeepBot T9+. И сразу вопрос, да, а что это у него такая огромная коробка, если это робот-пылесос? И в целом, почему я решил вам про него рассказать? Еще раз напомню, да, девять в одном фишек, ну вот по крайней мере я такого, такого огромного количества функций до этого не видел. Поэтому давайте скорее вскрывать и смотреть, собственно говоря, что там внутри. Зачем такая большая коробка? Ну, как это обычно бывает, первая коробка технически некрасивая, да, а вот дальше уже вот. Вот оно, смотрите. Вакуум моппинг робот. Собственно говоря, почему здесь такая большая коробка? Как мы видим со стороны, да, здесь даже вот нарисовано, что у этого пылесоса есть еще и станция по сбору мусора. Собственно говоря, поэтому здесь так много всего. Вот непосредственно эта станция. Но также этого робота можно купить и без этой станции, если вдруг она вам не нужна, либо если хочется сэкономить, потому что такой комплект будет стоить, естественно, дешевле. Сверху тут есть удобная маркировочка. То есть я сразу вижу, что вот в этой коробке конкретно находится, собственно говоря, сам робот-пылесос. Теперь давайте взглянем на него поближе. Вот такой красавец. Собственно говоря, это стандартный круглый дизайн робота-пылесоса. Сверху у нас есть датчик лидар, чтобы ориентироваться, а под крышкой у нас находится, собственно говоря, контейнер для сбора мусора, кнопка включения, да, кнопка подключения к Wi-Fi. А еще есть вот такая штука. Это щеточка для того, чтобы можно было почистить сам робот-пылесос. Либо с другой стороны есть лезвие для того, чтобы можно было подрезать щеточки. Самое прикольное, что здесь есть специальное крепление, чтобы эта штучка никуда не потерялась. И это на самом деле удобно. И идем дальше. На следующей коробке у нас нарисована шестеренка. Ну, скорее всего, там зарядный блок, документация, щеточки. Ну, короче, все аксессуары здесь. Ну, и перед тем, как их распаковать, предлагаю достать самый главный аксессуар в этой комплектации. Собственно говоря, док-станция по сбору мусора и одновременно еще и зарядная станция. Блин, она на самом деле здоровая. О, ну, кстати, она хоть и здоровая, но она довольно легкая оказалась. Вот так, короче. Коробка с аксессуарами и станция по сбору мусора. Давайте посмотрим на комплектацию аксессуаров, что у нас тут положили для робота. Вот это... А, собственно говоря, это контейнер для влажной уборки. А с нижней стороны здесь площадка такая на липучках, чтобы сюда можно было влажную тряпочку прикреплять. Она, по идее, тоже должна быть где-то здесь. Есть специальные сменные мешки. Это как раз-таки для станции по сбору мусора. А вот и, собственно говоря, тряпка из микрофибры. Притом в комплекте, смотрите, идет сразу 10 штук. Вот таким образом выглядит тряпочка. Собственно говоря, вот сюда просто прилепляется. И дальше запускается влажная уборка. Честно говоря, я не знаю, зачем в комплекте лежит целых 10 штук. Она же все-таки из микрофибры. То есть после уборки ее, в принципе, можно снять и постирать в стиральной машине. Ну, типа, зачем просто 10? Ну, ладно, пускай будут. Также тут осталась инструкция. Кабель для подключения док-станции. Также в комплекте идут две сменные щетки. И еще у нас осталась одна секретная коробочка, о которой я расскажу чуть позже. Собственно говоря, это одна из самых главных, наверное, фишек этого пылесоса. Но сначала давайте разберемся с док-станцией. Итак, что же это за станция такая? Почему я так много про нее говорю? И для чего она, собственно говоря, нужна? Ну, во-первых, это зарядная станция. То есть робот здесь будет заряжаться. У него у самого внутри аккумулятор на 5200 мАч, чего хватает на практически 3 часа уборки. После чего он сюда возвращается, встает на зарядку. И даже больше того, он сюда автоматически сбрасывает мусор. Собственно говоря, поэтому она такая большая. Здесь внутри устанавливается мешок на 2,5 литра. И в целом этот процесс выглядит, как у обычного пылесоса, да, сменные мешки для мусора. Но, в отличие от обычного пылесоса, здесь сборка мусора происходит автоматически. И, собственно говоря, вот почему многие вообще не любят робот-пылесосы, потому что у них довольно маленький, ну, по сравнению с обычным пылесосом, контейнер для мусора. И вот это вот каждый раз его доставать, там, вытряхивать, да, все это неудобно. В данном же случае, когда есть вот такая станция, делать это не нужно. То есть робот сам очищает этот контейнер. Вам остается только потом, раз в месяц, ну, или в зависимости от интенсивности уборки, менять, собственно говоря, сменный мешок, как у обычного пылесоса. Короче говоря, наличие вот такой станции, это удобно во всех смыслах, поэтому я считаю, что если брать комплектацию робот-пылесоса, то обязательно вот именно со станцией. Тем более, что она еще и внешне выглядит красиво, вписывается, я бы сказал, в любой современный интерьер, поэтому 100% надо брать. Хоть уборка и происходит в автоматическом режиме, тем не менее, ее можно контролировать из любого места через специальное приложение Ecovacs Home. Кстати говоря, впервые такое вижу, чтобы в приложении было сразу два типа карты, одна двухмерная, одна трехмерная. Это выглядит как минимум красиво и технологично. Также здесь можно задавать зоны уборки, да, график и много чего другого на самом деле. Плюс этот робот поддерживает еще и голосовых ассистентов, таких как Google Ассистент, Alexa или даже Алиса. То есть теперь, чтобы робот начал убираться, даже не нужно никакие кнопки нажимать, можно об этом просто попросить. Как вы уже видели, у этого робота сразу две щетки для подметания, чтобы и с левой, и с правой стороны у нас мусора не оставалось. После чего все это дело всасывает мотор мощностью в 3000 паскалей прямо в пылесборник. При этом робота довольно большая проходимость, то есть он может как на твердых поверхностях справляться с мусором, так и даже забраться на ковер. Уровень шума при этом, ну, вы сейчас слышите. Это, чтобы вы понимали, 67 дБ, и в целом, по сравнению с аналогами, это довольно тихо. Как мы уже видели, сверху у робота находится датчик LiDAR, с помощью которого он сканирует пространство, составляет карту, и в том числе может объезжать препятствия даже в полной темноте. Я, конечно, не уверен, что кто-то делает уборку ночью, ну, мало ли. Также стоит отметить технологию, которая называется TrueDetect 3D 2.0, об этом написано на коробке, довольно много уделяют этому внимания. Это как раз и есть та самая современная технология обнаружения объектов и объезда различных препятствий. Робот строит такую траекторию, чтобы избежать столкновений с различными предметами на полу, и даже умеет объезжать тапочки, там, провода и так далее. Это, кстати, еще один из моментов, почему многие не любят робот-пылесосы, то, что для них вот нужно подобные вещи раньше было убирать. С такой технологией, соответственно, необходимости в этом нет, поэтому если в квартире есть какой-то беспорядок, там, тапочки, носки, что-то еще, за это можно не переживать. Помимо сухой уборки, как мы уже видели, тут есть и влажная уборка, да, соответственно, просто наливаем воду в контейнер, выбираем нужную программу, и вуаля, у нас не только подметены полы, но еще и помыты. Но при этом с сухой уборкой, наверное, я бы вас не удивил. Даже то, что две щеточки у этого робота, ну, это тоже, на самом деле, не редкость. Влажная уборка также есть во многих моделях. А вот чего я реально до этого не видел, так это, чтобы после уборки у нас было не только все подметено и чистые помытые полы, но еще, чтобы и пахло приятно. Возвращаемся к секретной коробочке из комплекта аксессуаров. У этого робота внутри есть освежитель воздуха. А это, собственно говоря, один из трех ароматов, которые можно использовать. Это вот такая, на самом деле, небольшая капсула. Аромат называется, смотрите, Wild Blue Bell. И выглядит она вот так. Вот такой картридж. Устанавливается этот картридж очень легко. Тут сзади есть для этого специальный отсек. А несмотря на свои компактные размеры, этого аромата хватает, ну, в среднем на 60 дней использования. Соответственно, потом картридж можно просто докупить новый. Ну и как по мне, это просто самая настоящая киллер фича. Честно говоря, странно, что до этого никто раньше не додумался, чтобы дома было не только чисто в автоматическом режиме, но еще, чтобы и пахло приятно. Короче, как я уже сказал в начале, это, пожалуй, наверное, самыми наполненными функциями не только робот-пылесос, но и в целом гаджет, который я встречал. Поэтому, если вам дома нужен надежный помощник для поддержания частоты, то ссылку я обязательно оставлю в описании. Надеюсь, вам понравился мой обзор, друзья. У меня на этом все. Как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и ждите выхода новых роликов на этом канале. Меня зовут Тимур. Спасибо за просмотр. Увидимся.